Германии. К 70-летию памятной даты копии легендарного стяга стали появляться в разных городах России. Мурманск не исключение. Сегодня на торжественном собрании в гимназии номер 3 вынесли на всеобщее обозрение аналог флага. Объявляется минута молчания. Честь обладать копией знамени Победы выпала далеко не всем школам Мурманска. На торжественной линейке, посвященной этому событию, в гимназии номер 3 учителя, школьники начальных и выпускных классов и почетный гость, председатель Совета Союза, советских офицеров Аркадий Степанович Сусликов. Это копия знамени, которое было водружено в логове фашизма над Рикстагом. Пусть оно вас вдохновляет на хорошую учебу, на то, чтобы вы были людьми с высокой буквы, с большой. Праздничные выступления прошли не только в актовом зале. В школьном музее третиклассники приняли участие в патриотической викторине, также посвященной 70-летию Великой Победы. Мой прадедушка Горохов Петр Семенович ушел на фронт добровольцем, воевал на 2-м Украинском фронте, встретил День Победы в Польше, в больнице. Помимо рассказов о своих предках, дети мастерили красные флажки, символизирующие Знамя Победы. Кстати, копию флага на шелковой материи гимназисты тоже делали самостоятельно. Правда, такое ответственное задание поручили уже старшеклассникам. Материал для знамени мы купили заранее, пригласили ветеранов вместе с ними по трафарету, двумя классами, параллелью 11-х классов, сделали это знамя. Также в процессе мы узнали много о нем, о том, что мы уже знали из школьной программы и еще от ветеранов, которые нам рассказывали про него. Торжественная дата демонстрации копии Знамени Победы была выбрана не случайно. Именно в эти апрельские дни, 70 лет назад, в Третьей ударной армии 1-го Белорусского фронта, оказавшейся первой в центре Берлина, из простого красного материала для всех дивизий было изготовлено 9 штурмовых стягов по образцу государственного флага СССР. Это было сделано, чтобы поднять боевой дух, ведь, естественно, каждый солдат мечтал собственноручно водрузить это знамя над Рейхстагом. Сначала несколько знамен были водружены не над самим куполом, а на стену, но они были сбиты. И в итоге все-таки героически было водружено вот это вот знамя над куполом Рейхстага. Теперь возле Знамени Победы школьники будут ежедневно нести почетный караул. А 9 мая копия легендарного стяга займет центральное место в торжественном шествии к памятнику защитникам Заполярья. Продолжение следует...